Итак, вы оказались на втором этапе рейда. На нем ваш набор снаряжения нужно обновить с учетом не только чистки мелких мобов. Тут вам понадобится оружие, наносящее существенный урон по боссу, во-первых, а во-вторых по крепким мобам. Я имею ввиду прям реально крепким. Большая часть команд сейчас используют для этого мечи, типа лезвия гильотины, пистолет на зеленых патронах из бледного сердца и что-то на зачистку, типа солнечного выстрела. А еще на этом этапе крайне важна ваша выживаемость, так что обязательно повысите статы стойкости и поставьте моды на сопротивляемость урону, это поможет вам остаться в живых. Здесь будут враги, замедляющие вас стазисом, рыцари одержимых, наносящие солнечный урон, да и в целом множество атак со всех сторон, из-за которых довольно сложно остаться в живых. Но это только второй этап рейда, и самое сложное только впереди, так что если у вас нет команды или времени, но лут получить все же хочется, вам может помочь сервис двинг. Который уже много лет помогает стражам сэкономить время и нервы на фарме и прохождении сложных активностей. Благодаря обновленным опциям сервиса, вам больше нет необходимости передавать свои данные, сотрудники двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Весь контент нового дополнения финальная форма может быть пройден вместе с вами, цены там стали ниже и доступнее, а по предоставленному промокоду TripleVibe вы получите специальную скидку в 15% на все услуги, ссылку на сайт оставлю в описании. Теперь давайте к гайду. В начале этапа босс будет неуязвим, так что тут по классике. Для того, чтобы добраться до фазы урона по боссу, нужно выполнить определенную механику. Разделитесь на три команды по два человека. Каждая пара игроков должна разойтись по краям арены, в центре, слева и справа. У каждой стороны будут немного разные сильные враги, слева будут ведьмы, справа огры, а по центру кабал с щитами. Но это, пожалуй, единственное отличие, в остальном вы должны будете совершать одни и те же действия, независимо от того, на какой из сторон находитесь. После старта этапа на всех членов команды снова повесится дебаф, как на первом этапе, нависшая финальная форма с таймером, который мы будем также продлевать. А на каждой стороне начнут спауниться противники, в основном это будут мелкие враги и желтые рыцари. Расправляйтесь с ними как можно скорее, потому что их атаки с тазисом и огнем доставляют немало проблем. В конце концов, когда вы убьете всю мелочь, у вас появится сильный одержимый. Как я говорил, на центре это кабал, как вы можете видеть. Эти здоровяки имеют какое-то абсурдное количество здоровья, так что если вы не успеваете нанести им урон, то можете смело использовать на них свои суперы или тяжелые боеприпасы. Убивать этих врагов быстро довольно важно. После этого по всей арене начнут появляться очаги одержимых, они же блайты. Вам нужно их уничтожать как можно быстрее всей командой. Они появляются не один раз, так что игрокам нужно очень внимательно следить за тем, где появляются очаги. Они могут быть либо сверху по сторонам, либо в центре у края арены, по которой ходит босс. Когда очаги появляются, у трех случайных игроков также появится баф «Вызов на суд». С этого момента игроки с этим бафом подходят к центру, но не сразу прыгают в бассейн к боссу, а ждут остальных игроков с таким же бафом, чтобы сделать это одновременно. Будьте осторожны, по краям арены в этот момент появятся рыцари, и вам точно стоит убить их прежде, чем прыгать к боссу. Игроки, у которых нет бафа «Вызов на суд», остаются у себя на сторонах и следят за появляющимися очагами. Еще обратите внимание на круги на земле, которые кастуют руки свидетеля. Их довольно легко заметить, но именно по ним потом летят удары с неба, так что старайтесь держаться от них подальше, чтобы не попасть под удар. Спрыгнув на центр арены, трем игрокам нужно будет нанести урон по голове босса. Убедитесь, что все блайты к этому моменту уничтожены, потому что вы не сможете стрелять по голове босса, пока где-то остается хоть один очаг. Если над головой светится небольшой такой очаг, значит где-то заспаунился очередной блайт, его нужно срочно сломать. И еще один важный момент, о котором чуть не забыл. Когда три игрока будут стрелять по голове босса, вам не нужно выпрыгивать из бассейна, в котором вы с ним тусуетесь, потому что это как раз заспаунит дополнительные блайты и усложнит прохождение этого этапа. Как только вы нанесете достаточный урон боссу, его голова взорвется, и это будет означать, что игроки из центра должны вернуться на свои стороны. Их баф «Вызов на суд» будет заменен на другой – «Украденная милость». Он позволит вам перейти ко второй части этапа, который повторяет механику первого этапа рейда. Каждая команда из двух человек начинает использовать свои пластины. На каждой стороне одна пластина находится сверху, а другая снизу. Снизу перед пластиной стоит тотем. Как и на первом этапе, одному игроку нужно будет наступить на пластину, чтобы начать процесс обмена, затем подождать, пока энергия перейдет на другую пластину, а затем другой игрок наступит в нужный тайминг на свою пластину, чтобы энергия начала отражаться от нее. Это точно также приведет к появлению бафов с резонансом, которые спаунятся вокруг вас. Первым запускает связку человек, который не ходил на центр, отправляет сигнал с верхней платформы, а второй с милостью его принимает. Поскольку «Украденная милость» позволит игроку, посмотрев на тотем, сказать, какой вид бафа у него активен – круг или треугольник. Да, в отличие от первого этапа, теперь здесь два типа бафов на подбор. То есть игроку с бафом «Украденная милость» нужно будет посмотреть на свой тотем, чтобы определить, какая фигура находится внутри него. Как только он определяет, какая это форма и начинается обмен сигналами через платформы, он должен будет собрать баф именно этой фигуре, что в тотеме. Еще раз, если в столбе шар, то ищите на арене шары, если пирамида, то пирамиды. Вы можете брать и другие бафы, но главное, чтобы баф, который вы брали последним, был правильной формы. Это важно, чтобы закрыть тотем по аналогии с первым этапом. То есть если в вашем тотеме горит пирамида, вы можете взять шар, шар, а третьим – пирамиду. Тогда у вас будет резонанс пирамиды и это позволит закрыть тотем. Так что продолжайте прожимать пластины несколько раз, пока не создадите три резонанса. Оба игрока собирают как можно больше бафов, но не больше трех. А когда вы будете готовы закрыть тотем, человек, находящийся на верхней кнопке, отправляет сигнал, а игрок с бафом внизу стреляет в тотем и в последний раз наступает на свою плиту, чтобы запечатать тотем. Все как на первом этапе. Тут, конечно, проблемы создают спаунищиеся без конца мобы, так что не забывайте их отстреливать как можно активнее. Вам всегда следует общаться с другим игроком в вашей паре, чтобы вы могли оставаться на одной волне и быть уверенными в том, что вы отправляете сигнал вовремя и знаете, когда игрок отошел собрать баф или отстреливать мобов. Как только все три команды закроют свои тотемы по трем сторонам локации, в центре у края арены с боссом появится ящик, как и в первом этапе. Всем нужно подойти к нему, а затем закинуть в него весь свой собранный резонанс. Не важно, какой тип резонанса вы поместите сюда, главное убедитесь, что вы его сдали. И как вы наверняка догадались, сброс резонанса увеличивает время на таймере финальной формы вверху. После того, как все сдадут резонанс, начнется фаза нанесения урона боссу. Вам нужно будет прыгнуть в центр вместе со своей командой и наносить урон. Лучше всего это делать с мечей, но чем больше времени с релиза рейда пройдет, тем выше вероятность того, что рекомендуемое оружие будет меняться от меты. После того, как вы завершите фазу нанесения урона, вернитесь на свои стороны и повторяйте процесс, как делали все до этого. Чистите мобов и ждите вызова на суд в центр. Этот этап повторюсь на выживание, так что пускай это станет вашей основной задачей, просто жить как можно более долгое время, это будет ключом к успеху. Когда вы добьете босса до полосы финальной стадии, появится несколько дополнительных врагов, но ваша задача будет все еще простой, влить остатки того урона, на который вы способны, и добить главного босса. После убийства босса возьмите награду из сундука и следуйте по платформам, которые начнут подниматься в точке, через которую вы попали на локацию. По пути к третьему этапу вы можете найти первый секретный сундук рейда, так что дальше я покажу чуть ускоренный путь до него. Я там пару раз упал, кажется, но надеюсь, что это не сильно помешает повторению моего пути. Спасибо за просмотр, не забудь подписаться и прожать лайк, если гайд был полезен. И спасибо, что нажал колокольчик, это поможет тебе не пропустить следующее видео. До связи! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok